И так, сказки для взрослых, золотые правила белорусского народа. Здравствуйте! Я Иоланта Домбровская, психолог по образованию в библиотеке по роду деятельности, работаю в филиале номер 2 Централизованной библиотечной системы города ГРОД. Приветствую вас во втором сезоне проекта «Сказки для взрослых». Он посвящен белорусской народной сказке. Мы будем вспоминать сказки и думать об их нравственном смысле, который характеризует белорусский народ, дав и национальный характер белорусов. Сначала дадим общую характеристику белорусской народной сказки. Сказка появилась позже и мифа. Если миф отражает языческие верования и родоплеменные отношения, то сказка отражает христианскую этику и устройство государства. Мы помним, что русские сказки часто начинаются так. В некотором царстве, в некотором государстве. Их героями обычно бывают царевичи и царевны. Белорусская сказка чаще всего говорит о крестьянах и панах. В сознании белоруса частная жизнь, выше жизни государственной. Белорусская народная сказка впитала христианские традиции более, чем сказки других народов. Есть такая сказка Тараторка. По мнению русского исследователя и переводчика белорусских сказок Владимира Михайловича Конана, она наиболее отражает менталитет белорусского народа. В этой сказке есть образ непорочного зачатия, зачатия от рыбы, которая является символом христианства. Мы будем подробнее говорить об этой сказке позже. Среди белорусских сказок, как и среди сказок других народов, различают сказки о животных, волшебные сказки и бытовые сказки. Но некоторые составители сборников белорусских народных сказок особо выделяют белорусскую комическую сказку. Это говорит о раннем формировании чувства юмора у белорусов. В нашем проекте будет пример и комической сказки. Белорусские народные сказки менее двусмысленны, чем сказки других народов. Они несут четкие представления справедливости, они часто поучительные. Из-за высокой поучительности они иногда кажутся скучными. Впечатления о навязчивой поучительности и простоте белорусских народных сказок возможно связаны с тем, что большинство знакомится с их сокращенными вариантами. Но в обработке сказок проявляются черта белорусского народа стремление к определенности смысла, стремление к однозначной морали, к четким границам между добром и злом. То есть не все так плохо. А полные варианты сказок ориентированы скорее на взрослых. И, например, академик Ефимий Федорович Карский дал белорусским народным сказкам восторженную оценку. Он говорил, что по живописности и красоте повествования белорусской сказки нет равных. Собирали белорусские народные сказки многие, но имена собирателей менее известны широким слоям народа, чем имена немецких собирателей братьев Гримм или русского Афанасьева. А у изданий, собранных ими сказок, не очень легкая судьба. Белорусские сказки во второй половине XIX века, начале XX века, собирал Александр Казимирович Сержпутовский. Издал сборники «Сказки и рассказы белорусов Полешуков» в 1911 году, «Сказки и рассказы белорусов из Слудского уезда» в 1926 году. В разгаре репрессии и борьбы с белорусскими национал-демократами книга была признана нацдемовской и изъятой с публичного доступа по приказу начальника главлита БССР. Умер Сержпутовский в 1940 году в Ленинграде. В середине XX века, сразу после войны, белорусские сказки собирал Лев Григорьевич Барак. С 1943 года он был доцентом Белорусского государственного университета БГУ. В 1949 году по указанию советских властей был уволен из БГУ. Ему дали 24 часа, чтобы он покинул Минск. Барак был вынужден покинуть не только Минск, но и Беларусь. Фактически это был вынужденный побег. Около двух лет перебивался. Нигде не мог устроиться на преподавательскую работу. С 1951 года работал в Башкирском государственном университете. Барак опубликовал в Берлине сборник, или как он назвал, свод избранных белорусских народных сказок на немецком языке. В научном комментарии к сборнику впервые определил место публикуемых белорусских народных сказок по международному указателю сказочных сюжетов. Есть и такой. Всего с 1966 по 1980 год этот свод белорусских сказок выдержал 10 изданий. Собирал народные белорусские сказки и Адам Егорович Богданович, отец поэта Максима Богдановича. Они вошли в сборники фольклориста Павла Васильевича Шейна. А сам поэт Максим Богданович, наслушавшись сказок отца, написал притчу «Сон трава», в которой ни много ни мало выдвинул гипотезу о происхождении сказок. Белоголовому мальчику под пасху попалась в руки сон трава. Нанюхался он ее и заснул. Снятся ему чудесные сны. Видит мальчик, как темным лесом скачет на волке Иван-Царевич. Стар уже волк. Тяжело дышит. Глухо бьется верное волчье сердце. Но хочет он заслужить последнюю службу царевичу. Донести его к садам царя Далламата, где высится золотая клетка с жар птицей. Или видит мальчик, как призадумался, убил горючь камня богатырь. От того камня идут три дороженьки, и надпись на камне высечена. Направо пойдешь, коня потеряешь. Налево поедешь, без золотой казны останешься. Прямо поедешь, сам жить не будешь. И едет богатырь прямо, чтобы умереть от злой руки и воскреснуть от живой воды. А вот уже идет Аленушка. За руку ведет младшего братька Иванушку. Заблудились они. Стал Иванушка барашком. Аленушка с камнем на шее в реке лежит. Злая волшебница очаровала их. А добрая воскресила. Кончился этот сон, и уже видит мальчик дивную феникс-птицу. Кто ее услышит, забудет отца и мать. Все покинет и будет слушать дивное пение. А вот занесенный снегом лес. А под елочкой приютилась бедная Машенька. Зовет ее сюда отец по наговорам злой мачехи. Но доброта Машеньки растрогала Седого Мороза. Он спас и золотил сиротку. Проснулся мальчик, но сны остались с ним. Бросил он дом свой, и всю жизнь по земле ходил, И сны свои рассказывал. Иную смехнется, да рукой махнет, А другой слушает и подарки дарит. А случилось и так, что начнет томиться и слушатель, И сам видит сны серым волком, с качечью самобранкой, Гуслями-самогудами и прочим. И станет он сказки рассказывать. Как мы видим, во сне мальчик видел в основном сюжеты русских волшебных сказок, И поздное название притчи Максима Богдановича «Сон трава, как повелись сказочники на Руси». Но в русской и белорусской волшебной сказке много общего. А собственно белорусская в этой притче – Объяснение происхождения сказки и сновидений народа. Ведь у белорусов повышенная тяга искать причины объяснения и смысл, И они нашли объяснение происхождения сказок в снах. Родство сказки и сновидения давно замечено психологами. И родство это они видят в том, что и в народной сказке, и в сновидении отражается бессознательное человека. Сказки и сны интерпретируют психотерапевты, в основном психоаналитики, И используют их для понимания истинной мотивации клиентов, А также как источник подсказок для повседневной жизни. Как подсказки для жизни сказки, как и сны, может использовать каждый. Ведь в них кроется мудрость подсознания. В них заложены золотые правила поведения и смысла. В этом проекте я напомню вам по две сказки о животных, «Бытовых и волшебных сказок». Предложу вам к размышлениям те золотые правила белорусского народа, Которые я вижу в этих сказках. Мы также рассмотрим отдельно одну из наиболее белорусских волшебных сказок «Тараторка» И одну из комических сказок. Рассказывать сказки я буду по белорусскому изданию 1999 года и по русскому изданию 1993 года. Смотрите наше видео на канале Централизованной библиотечной системы города Гродно каждую неделю. Централизованной библиотечной системы города Гродно каждую неделю.